Внешний вид галактики Но мы берем другой прибор и фотографируем ее в ультрафиолетовых лучах. Это, конечно, можно сделать только с помощью космического телескопа, потому что ультрафиолет не проходит сквозь земную атмосферу, но теперь космических телескопов достаточно много. Вот сравните эти портреты. Что-то общее есть, но в общем и достаточно велико различие между этими снимками. Но это только оптика и ультрафиолет, а ведь есть еще и другие диапазоны спектра. Ну, например, инфракрасный тепловой диапазон. Теперь это возможно. Вот два портрета туманности Андромеды в ближнем и дальнем инфракрасных диапазонах. Ближний – это, ну, печка какая-нибудь горячая, излучает с температурой нескольких сотен градусов. А дальний инфракрасный диапазон – это то, что мы с вами или еще, или холодильник наш, вот морозилка, например, нашего холодильника излучает. То есть ниже нуля или около нуля. Как видите, тоже есть некое сходство с оптическим и ультрафиолетовым портретами, но и различие тоже велико. Например, здесь яркое ядро, а здесь практически нет ядра. Таким образом, классификация тоже будет зависеть от того, в каком диапазоне спектра мы изучаем мир галактик. Ну, нельзя сказать, что пока еще достаточно много накоплено данных о других звездных системах во всех диапазонах спектра. Астрономы недавно вышли в космос, недавно получили в свое распоряжение ультрафиолетовые и инфракрасные телескопы. Работает только начинается. Так что классификация пока, конечно, оптическая проводится. Все равно мы узнаем в любом диапазоне спектра, мы узнаем тот объект, который перед нами. Ну, можно это сравнить вот с такой фотографией. Это тоже тепловая инфракрасная фотография двух объектов. Этот вы наверняка узнали, хотя немножко непривычный вид. Можете подумать, почему именно такой вид, почему наиболее холодная часть здесь, а наиболее горячая часть этого организма вот в этих трех местах. Я думаю, биологи уже догадались, да? Сквозь эти три отверстия мы смотрим практически в мозг животного. Ну, а это специфическое место, которое говорит о здоровье этого животного. Ну, и вот вторая фотография. Тут немножко сложнее узнать объект, но вы, наверное, тоже догадались, что это человек. Наиболее яркое место это вот здесь у него в руках, это спичка. Оба эти портреты инфракрасные, и оба они недостаточно четкие, особенно вот этот. К сожалению, это особенность любой вообще длинноволновой техники. До сих пор у нас нет четко изображающих телескопов в инфракрасном диапазоне. И это проблема, которую мы постепенно решаем. Ну, и, наконец, изумительные галактики. Вот перед нами звездная система. Что это такое? К какому типу ее отнести? Ну, если посмотреть на центральную часть, что-то похожее на круглую или псоидальную систему. Здесь какой-то намек на спиральный узор, но тоже очевидных спиралей мы не видим. В общем, странный конгломерат. Более того, сквозь него где-то там вдали космической видна еще одна галактика. Приблизительно такого же типа, с ярким ядром и окружающим ее ободом. Таким рингом, кольцом. Такие системы, подобные системы, не укладывающиеся, имеющие структуру, явную структуру, это не регуляр, это структурированная, четкая, как будто бы на токарном станке изготовленная галактика, но не спиральная и не эллиптическая. Такие структуры редко случаются. Астрономы их откладывали в отдельный пакет, который постепенно накопился, и надо было как-то объяснить его происхождение, существование таких странных систем. Их называют пекулярными. Peculiar, необычный. И таких пекулярных галактик постепенно накопилось достаточно много. И стало ясно, что пекулярность, необычность формы, редкая форма, как правило, сопутствует соседствующим галактикам. Вот перед нами группа, где, ну, тут спираль намечается, а вот это что за конгломерат такой? Это непонятное существо. Ну, эта галактика случайная, она ближе к нам. А вот эта группа явно взаимодействующих, близко расположенных в пространстве систем. И где-то в середине, в конце 50-х годов астрономам пришло понимание, что простые формы у звездных систем могут быть только в том случае, если это одиночные, отдельные, отдельно живущие звездные системы. А если они находятся в близком соседстве или даже в контакте, то своей гравитацией они так сильно могут возмутить, исказить форму соседа, что уже ни в какую простую классификацию это не укладывается. Человек, который впервые привел это дело в достаточно понятный вид, это профессор МГУ, его уже нет. Борис Александрович Воронцов-Велиминов, он работал у нас в Астрономическом институте Штернберга, был профессором физического факультета. И он первый создал очень детальную классификацию галактик по их форме, то есть морфологическую. Вот одна из тысяч-тысяч страничек его каталога, где для каждой системы обрисованы ее характерные части и с помощью буквенной номинации описана форма. Наличие ядра, спирали, кольца и так далее. То есть у профессионалов сегодня, это начало 60-х, а к сегодняшнему дню, конечно, разнообразие галактик выяснилось колоссальное и номенклатура очень разнообразна. Ну и так, мы с вами пришли к пониманию того, что галактики живут, как правило, не поодиночке, а иногда образуют группы соседствующих. Давайте посмотрим, а мы с вами в какой звездной системе живем? В одиночной или в члене какой-то более обширной группы? Вот перед нами схема. Это то, что мы обычно называем галактикой. Ну, Milky Way, Млечный Путь, вот наш диск звездный. Оказывается, вокруг него обращается примерно полсотни спутников, то есть мелких галактик, полностью подчиненных гравитации вот этой нашей, очень массивной системы, и вокруг нее совершающих свое орбитальное движение. Вот, как видите, масштаб 100 тысяч световых лет, и в этой области гравитация нашей галактики доминирует и управляет движением спутников. Ну, о судьбе этих спутников мы с вами одну лекцию тому назад говорили, когда я вам рассказывал о большом и малом Магеллановых облаках. Как правило, они движутся постепенно, падая, и потом сливаются с нашей большой звездной системой. Но все-таки еще несколько дюжин спутников живет вокруг нашей галактики. Посмотрим в большем масштабе. Вот наша галактика, область, занятая ее спутниками, а рядом с нами приблизительно такая же спиральная система Туманной Синдромеды. Она чуть более массивна, чем наша галактика, и, соответственно, имеет больше спутников. И пока мы не уверены, но кажется, среди ее спутников есть небольшая спиральная галактика Мессия-33, или галактика в треугольнике. То есть эта группа не уступает нашей, хотя, конечно, наша изучена полнее, ну, просто потому что все это ближе к нам. А изучать группу Туманной Синдромеды немножко сложнее, и она все-таки удалена почти на 2 миллиона световых лет. Хотя это по современным меркам не очень много, но затрудняет исследование. Вот примерно так можно пространственную структуру нашей, как бы сказать, двойной группы представить. Галактика с ее спутниками и Туманной Синдромеды с ее спутниками. Друг друга они достаточно сильно притягивают, так что эта двойная система обращается вокруг общего центра масс, и все это вместе образует то, что мы называем местной группой галактик, local group. Вот этот наш галактический дом, в котором, видимо, в будущем предстоит много миллиардов лет существовать нашей галактике, близлежащим звездам нашей планете, ну, может быть, и цивилизации, если она сохранится на миллиарды лет. Вот это гравитационно связанные объекты. То есть, что бы там во Вселенной не происходило, связь между этими, ну, здесь примерно полсотни, здесь примерно полсотни, в общем, сотни галактик, видимо, никогда не будет потеряно. Они крепко держатся друг за друга, правда, внутренняя эволюция понемногу происходит. Андромеда поглощает своих мелких спутников, наша галактика постепенно поглощает своих близлежащих спутников, и кроме этого, к сожалению, ну, впрочем, не будем об этом сожалеть, кроме этого, наблюдается сближение Андромеды и нашей галактики. Еще недавно мы не были уверены в том, чем это закончится. Дело в том, что астрономы хорошо умеют измерять скорости вдоль луча зрения. Мы наводим телескоп на Андромеду, и по эффекту Доплера можем сказать, приближается она к нам или удаляется. Но еще недавно, буквально лет пять назад, еще мы не были уверены в том, как она движется перпендикулярно лучу зрения. То есть не знали второй компоненты скорости и не могли полную орбиту вычислить. Сегодня уже можем. Сегодня точность наблюдений такова, что мы смогли узнать и трансверсальную, тангенциальную скорость, ну, радиальную знали давно, и орбита взаимного движения сегодня хорошо известна. И мы можем сказать, как будет происходить развитие событий. Примерно через 4 миллиарда лет эти две системы сблизятся. Ну, мы считаем себя пупом Земли, и центром будем от нас исходить. Андромеда приблизится к нам и пройдет, ну, довольно близко, на расстоянии чуть больше, чем Магелланово облака. Пройдет, осуществит пролет, затем еще через 2 миллиарда лет второй пролет и сольется с нашей звездной системой. Произойдет их объединение. Вместо двух гигантских получится одна, гораздо более, ну, вдвое более крупная звездная система. Как-то ей даже название придумали Андровей, или что, в общем, синтезировали из Милки-Вэй и Андромеды одно слово. Ну, слово-то придумать легко. А чем закончится такая глобальная катастрофа? Ну, катастрофа в математическом смысле. Никакой природной катастрофы, тем более в Солнечной системе, это не вызовет. Звезды одной галактики и звезды другой галактики пройдут друг сквозь друга, не замечая этого, не сталкиваясь взаимно. Ну, правда, межзвездные облака, конечно, ощутят сопротивление и сольются, но для звезд и планетных систем это, в общем, ничем не грозит. Просто мы будем жить, так сказать, в объединенной большой галактике. Итак, мы с вами переходим ко все более крупным масштабам. Давайте посмотрим, как организовано пространство за пределами нашей местной группы. Оказывается, таких небольших групп галактик во Вселенной очень много. Куда бы мы ни посмотрели, мы видим 2-3 крупных системы и несколько десятков спутников у каждой. Вот перед вами типичная группа спираль, спираль. Ну, это трудно сказать, что. Может быть, тоже небольшая спиральная галактика, эллиптическая системка. И вот таких небольших групп довольно много в космосе. Грубо говоря, все галактики объединены в такие небольшие сравнительно компактные группы, где они иногда довольно тесно взаимодействуют, иногда даже сливаются. Правда, не всегда эти следы взаимодействия видны так уж просто. Вот, например, 2 изображения, можно сказать, 2 фотографии. Ближайшие к нам группы галактик Месье 81, Месье 82, ну и несколько их мелких спутников. Это оптический снимок, а это радиоизображение. Пока мы смотрим на оптический, нам кажется, что галактики как-то не замечая друг друга живут. Тут сама по себе спираль, тут тоже какая-то плоская системка. Но когда получаем радиопортрет, демонстрирующий нам излучение межзвездного газа, в данном случае водорода, мы видим, что они обмениваются веществом, они обмениваются газом. Видимо, наиболее крупная система передает свое вещество этим маленьким, а может быть, наоборот, отнимает от них. Пока это еще не ясно, но мы явно видим потоки вещества, соединяющие эти две галактики. В этом веществе еще не рождаются звезды. Это еще достаточно холодный, разреженный газ. Поэтому в оптике он себя никак не проявляет. А в радиоизлучении он без труда виден. Но кроме небольших, бывают и очень крупные группы галактик, состоящие из сотен, тысяч и даже десятков тысяч крупных звездных систем. Ну, вот пример перед нами скопления галактик, которые мы видим в направлении созвездия Геркулес на расстоянии 150 миллионов парсек от Земли. Это лишь центральная его часть, а на самом деле обширная группа, тут стены не хватило бы, чтобы все ее изобразить. И мы видим взаимодействие, видимо, слияние двух галактик. Вот они совсем уже так поцеловались рядом и оказались очень близко друг от друга. Видим достаточно уединенные системы, не искаженные приливным влиянием соседа. Но вообще говоря, плотность звездных систем в таких крупных скоплениях очень велика. И, безусловно, там часто происходит столкновение и слияние. Сами скопления галактик разнообразны по количеству членов, по форме, по морфологическому типу главных членов. Вот вернусь сюда. Здесь мы видели в основном спиральные, видите, дискообразные системы. Переходим к другому скоплению, в созвездии Персей, видимо, и тут главные члены эллиптические галактики, наиболее массивные. Они сидят, как правило, в центре скопления. И почти не осталось у нас сомнений в том, что это благоприобретенное их свойство. Что именно потому, что они оказались в центре скопления, это, собственно, конгломерат из слипшихся галактик разных морфологических типов. Они огромны, очень велики по массе и по размеру. И мы понимаем, что это просто результат слияния нескольких, неизвестно каких, какими они были, уже никто не вспомнит. А сейчас они объединились в такую кучу. Вот, может быть, тут вы замечаете даже следы межзвездного газа, вот потоки видны. Это, вероятно, недавно проглоченный очередной член этого скопления. Переходим к еще большим масштабам. И замечаем, что даже скопления галактик в пространстве не случайным образом разбросаны, а образуют еще более грандиозные структуры. Вот перед нами мы здесь. Вот мы, наблюдатели, наша галактика здесь. В масштабе этого рисунка наша галактика просто точка. Мы смотрим на расстояние в сотни миллионов парсеков. Тут вы, может быть, уже обратили внимание, другая единица измерения. Redshift, красное смещение. Чуть попозже мы об этом поговорим. Сегодня у астрономов как бы два метода измерения расстояния. Доплеровское смещение, связанное с движением, с расширением мира. Ну и просто линейный масштаб, который можно было бы линейкой или лучом света измерить. Так вот, смотрите, это все скопления галактик. И они образуют еще какие-то более грандиозные структуры. Ну, назовем их стены, между которыми вполне пустое пространство. То есть есть во Вселенной гигантские пустоты, почти не содержащие галактикой их скоплений. И есть уплотнение огромного размера, сотни миллионов парсек. То есть это масштаб фантастический. И вот одна из задач теоретиков, описывающих эволюцию нашего мира, понять происхождение этой структуры. Откуда это все взялось? Что послужило толчком к развитию этой структуры? Ясно, что... Или, скажем так, еще недавно было понятно, что единственная сила, управляющая движением вещества в таких масштабах, это гравитация, взаимное притяжение. Но уже сегодня это не так. И чуть попозже мы к этому вернемся.